Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас семинарское занятие. Оно предполагает активное участие слушателей в обсуждении вопросов. Поэтому я надеюсь, что неделя у вас не прошла даром, и вы подготовились. Хотя я прекрасно понимаю, что изучение капитала Маркса, изучение произведений Ленина, наших советских экономистов, это задача длительная, можно сказать, и до конца жизни. Как мы договаривались, я проверил все контрольные работы, которые поступили сегодня по состоянию на 6 часов утра. Забегая вперед, скажу, что все получили зачеты или зачеты с замечаниями. Там коротенькие мои пометочки есть, каждый из вас увидит. Мы сегодня разберем основные проблемы, основные вопросы. В целом могу сказать, что товарищи, которые ответили, время теряли не зря. Ответы хорошие, основательные. К мелочам я не придирался. Вот, брал, так сказать, суть ответов. Те, кто не успели ответить, скажем, до сегодняшнего занятия, я думаю, могут это сделать в ближайшее время. Одна просьба, не оттягивать на последний день, потому что через каждые две недели у вас будет накапливаться новое задание. Потом вы вот так за голову схватитесь, сказать, нет, это не оселить лужи. Позже понемногу, по чуть-чуть, каждые две недели отвечать на заданный вопрос. Итак, по порядку пойдем. Первый вопрос. Что такое производство, капиталистическое производство? В целом никаких проблем у слушателей не вызвал. Правильный ответ. Кто может вкратце сказать, что такое производство и что такое капиталистическое производство? Вы все ответили правильно. Ну хорошо, вот самый первый ответ, один из первых ответов Татьяны Аферкина. Производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках и посредством определенной формы общества. Ну что такое присвоение предметов природы? Присвоение не в вульгарном понимании, присвоить это, да, из кармана соседа вытащить бумажник и присвоить его, а присвоение в научном понимании, то есть превращение в продукты своей жизнедеятельности. Ну ключевой здесь, то есть процесс присвоения предметов природы, он идет и при первобытной общине. Как появился человек, он стал заниматься производством, материальным производством. А ключевое здесь в рамках и посредством определенной формы общества. Что это, как иначе сказать? Я хочу акцентировать ваше внимание. Это вроде такая сложная формулировка на первый взгляд. В рамках определенной? Да, пожалуйста. Только при образовании природы под нужды человека. Ну это вот первая часть. Это первая часть определения или понятия производства. А если вы рассматриваете его в рамках капиталистической системы, то посредством эксплуатации? Это уже тепло, конечно. То есть смотрите, в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть речь идет о вполне определенных производственных отношениях или способах производства. История знает пять. То есть производство идет всегда. Вот будет человечество существовать, будет производство. Но в какой форме, общественной форме, или при каких производственных отношениях это происходит? Вот в чем суть вопроса. То есть сейчас у нас в России какие производственные отношения? Капиталистические. Значит, процесс присвоения предметов природы. То есть процесс производства идет в капиталистической форме. Скажем, в Корейской Народной Демократической Республике сейчас тоже идет процесс производства. Ну какой форме? Капиталистический. Совершенно верно. Но есть еще пережитки старых форм. Когда вы после тяжелых трудов поехали в выходные, если есть участок у вас, дача, вырастили картошку и сами ее съели. Это какая приформа? Натуральное хозяйство. Такие рудименты еще есть остались. То есть вот на что я просил бы обратить ваше внимание. И второе. Значит, что такое капиталистическое производство? Присвоение товаровой рабочей силы. Привлоство использования. Недоимого труда. Так. Вот уже тепло. Если играть, знаете, играть. Тепло, горячо. Почти горячо. Значит, есть основа капиталистического производства. Это товарное производство. На той стадии развития, когда рабочая сила становится товаром. Вот понятие, научное понятие капиталистического производства. Многие слушатели писали, что капиталистическое производство, товарное производство, основанное на частной собственности, на средства производства, присвоение результатов производства и эксплуатации наемного труда. Это все правильно. Но здесь, как бы, в одну кучу, или то, до чего еще нужно дойти. Ведь в науке же мы не можем, так сказать, вот, в одну кучу все это запихать, извините за грубое суровое. Мы должны идти последовательно. Да, от простого, сложного, от абстрактного, конкретного и так далее. Как вот сама жизнь развивается, а ученые только отслеживают, как бы, ее. И в понятиях изображают. Это реальное движение жизни. Поэтому капиталистическое производство, ну, вот, с чего началось? С товарного производства, оно, как бы, позади. Это та ступень товарного производства, когда и рабочая сила становится товаром. Проще можно сказать, это всеобщее товарное производство. Здесь еще никакой эксплуатации. Она уже есть, но мы о ней ничего не знаем. Для нее нужно еще добраться. Сила логического, так сказать, рассуждения. Это будет последующим. Поэтому вот такое небольшое замечание. Идем дальше. Вопрос, который всегда вызывает проблемы, не только у слушателей. Он вызвал проблемы и преподавателей в свое время. Не просто колоссальные проблемы, а явился одной из причин, теоретических причин, того, что социализм был разрушен в нашей стране, и в ряд других странах. Итак, вопрос, основной экономический закон капитализма или капиталистического производства. То есть, речь идет о капиталистическом производстве. Кто может ответить? Вот четко разделись. Как говорится, 50-50, 50 на 50. И ответность может быть найден, конечно, только в том случае, когда вы прочитаете капитал Маркса, ну или хотя бы работы Михаила Васильевича Попова, Василия Яковлевича Еремеева, наших экономистов. Кстати, пока вы раздумываете, буквально на днях Михаил Васильевич выступил на канале Николая Старикова с вопросом, как развивать экономику, что нужно делать, чтобы наша экономика не разваливалась, окончательно не разрушилась. Так что рекомендую, послушай. То, что мы частично раскрывали на прошлом занятии, может быть, сегодня успеет, очень популярно и доходчиво разъясняет. Итак, основной экономический закон капитализма. Значит, я пока, вот вы думаете. Мы рассматриваем производственные отношения. Они себя представляют, поскольку вы уже прошли два занятия по диалектике, самостоятельно изучали, должны понимать, что они образуют вся систему. А система-то не такая, как игра в кубики. Знаете, вот так вот. Развалили кубики, собрали что-то. Не понравилось, снова развалили, по-другому собрали. Это такая система, где из какого-то переначального, исходного отношения развиваются все остальные. Знаете такую формулу, в кавычки возьмем? Что такое начало в диалектике? Не развернутый результат. Результат. Результат? А не развернутый начало. Вот так. То же самое это везде и в природе, и в обществе, в том числе и при капитализме. То есть, поставлена задача раскрыть, показать систему производственных отношений, а туда входит система категории и экономических законов. Экономические законы. То есть, вот надо построить такую систему. Вначале какой должен быть закон? А почему основной? Да, совершенно верно. Вот почему закон стоимости является, где есть основной экономический закон капитализма. А не закон, некий закон выдуманный. Кстати, вот, к сожалению, в те годы в СССР, в учебниках, это было сплошь и рядом, писали, что некий закон прибавочной стоимости, это основной экономический закон капитализма. Пожалуйста, кто может попробовать? Ну, потому что в процессе производства у нас создается прибавочная стоимость, которая, соответственно, содержит вкладка большее, создание новой стоимости, а там у нас будет прибыль. А если взять капитализм в целом, то капитализм, суть его, это получение прибыли, и цель его точно так же получение прибыли. Ну, насчет цели, вы совершенно правильно сказали, но вопрос-то по-другому был. То есть цель капиталистического производства, ну а цель это что такое? Ну, это очень стремится. Ну, да, это предвосхищение, скажем, результата деятельности, которому стремятся. Совершенно верно. То есть насчет цели, возражения, нет, это совершенно правильно и точно. Речь идет об основном экономическом законе капитализма. Вы правильно сказали, что закон стоимости. Вот здесь надо порассуждать нам, почему. Ответ уже можно найти или догадаться, вернувшись к понятию капиталистического производства. Еще раз давайте вспомним. Капиталистическое производство – это товарное производство. На той стадии его развития когда? Мы опускаем когда. Это мы опускаем в последующий. То есть что лежит в основе капиталистического производства? Товарное производство. А в товарном производстве прибавочной стоимости? Еще нет. Товарное производство как бы начало. Как бы оно в себе, в зародし еще содержит капиталистическое производство. К нему надо прийти. А на какой закон является основным законом товарного производства? кто открывал капитал маркса хотя бы самые первые страницы как там первая фраза богатство капиталистических обществ до скопления товаров товаре его элементарная клеточка и вот маркс начинает то есть он взял элементарную клеточку простейшую начинает ее раскрывать раскручивать товар это есть вещь прежде всего благо определенное полезный полезность вещи делать потребительной стоимостью вот с экономической точки зрения марс пока вот потребительную стоимость оставляет стороне другой стороны товар это что они обмениваются в определенных пропорциях представляет меновую стоимость меновая этот на поверхности меновая стоимость определенная пропорция в в которой один товар обменивается на другой товар. Это все понятно. И Марс задает вопрос, а почему разные товары, совершенно разные, вот можно часы обменять на очки, правильно? Как потребительные стоимости, они несравнимы. Но в обмене между ними ставится большой жирный знак равенства. Почему? Потому что там есть труд. Общечеловеческий, абстрактный труд. И как сгузки этого абстрактного труда, они суть стоимости. Вот Марс приходит в первую категорию стоимости. И здесь же появляется закон стоимости. Опять вернемся к первым двум занятиям или к самостоятельному изучению науки и логики. Что такое закон как философская категория? То есть спокойное объявление. С вами приятно так заниматься. Вы все основное знаете. Спокойное явление. То есть есть мир явлений. Есть явление, а есть сущность. Познание к чему стремится? Чтобы за поверхностью, за непосредственностью углубиться туда в сущность. А затем подняться снова. На первый взгляд или на первую скидку, чем различают и явление, и сущность? Сущность, она стоит за явлением, но явление, оно богаче. То есть явление, что есть? Сущность, так? И кроме того, есть что-то другое, что может быть и противоречит сущности, кстати. Так вот, спокойное явление есть закон. Закон – это спокойное объявление. Самое короткое и неприятное понятие закона. Спокойное явление. И вот стоимость. То есть на поверхности лень стоимость можно увидеть? Нет. Можно какими-то приборами определить. Через микроскоп не поможет, химические реактивы не помогут. Вот это экономическое отношение, да? Это производственное отношение. Но как оно проявляется? Через цены. Цена есть денежное выражение стоимости. Вот пойдем в магазин, и вот вы видите. Вот цена на один товар такая, на другой такая, на третий, третий. И за ними стоит стоимость, абстрактный труд, воплощенный в товаре. Но цены всегда либо больше, либо меньше стоимости. Стоимость – это центр колебаний. Так вот, закон стоимости – это первый экономический закон, он исходный. Ну, как его можно определить? Это определение стоимости затратами абстрактного труда. Он первый исходный. И, соответственно, в этом законе, но еще в неразвитом виде, может быть, Гегель бы сказал, в себе, в себе еще, неразвернутый, заключены все экономические законы капитализма, как дальнейшие ступени развития товарного производства. Если вы откроете капитал, просто так пролистаете, вы там найдете много законов. Какие законы? Законы производства прибавочной стоимости, закон капиталистического накопления, закон капиталистического народонаселения. Есть даже такой закон. Закон тенденции средней нормы прибыли к понижению. И много таких законов. И все эти законы являются развертыванием основного экономического закона капитализма, закона стоимости. И обратно. Вот оно, возвращаемся. Результат есть. Развитое начало, начало есть неразвитый результат. То есть, закон стоимости потому является основным, что он как бы первый, исходный, и он в себе в зародыши содержит все другие более конкретные, более, так сказать, развитые экономические законы капитализма. И наоборот, любой из последующих законов является развертыванием основного экономического закона. Вот вроде такое достаточно сложное объяснение, но вот оно, как жизненное, соответствует диалектике, поясняет. Можно по-другому, попроще. Вот некоторые говорят, прибавочная стоимость, эксплуатация, это вот самое существо капитализма. Часто встречается такое. Особенно популярная литература. С этим нужно согласиться. Ну, давайте подумаем. Прибавочная стоимость. Это что такое? Корневое слово какое? Стоимость. А уже дальше прилагательное. А капитал? Кто даст определение капиталу? Понятие какое-то? Самовозрастающая стоимость. Совершенно верно. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Что здесь корень какой-нибудь? Стоимость. Только самовозрастающая. То есть вот эти, ну, назовем их ключевыми, может быть, центральные, главные понятия капитализма, как прибавочная стоимость, капитал. В основе-то что они? Стоимость. Я бы так сказал, саморазвертыванием или саморазвитием вот этой категории стоимости на определенном этапе ее самодвижения. Соответственно, и все последующие экономические законы, они являются производными вот закона стоимости. Здесь была большая проблема. Если мы вернемся к социализму в теоретическом плане, я учился по этим учебникам конец 70-х, начало 80-х годов. Вот было написано, что закон стоимости, да, это закон товарного производства, но слово основное выбирали. Просто закон товарного производства. Видите, как вы делали подмену? Основным экономическим законом капиталитно называли некий закон прибавочной стоимости. Вот сейчас мне все понятно. Смысл, скажем так, содержание, классовое содержание, логическое вот это, подмены. То есть, вот неразрывное целое, вот это товарное производство, которое развивается, перерастает в капитализм. Я не помню, говорил он на прошлом занятии, скажем, у Ленина, есть блестящие формулировки, они научные с одной стороны, с другой стороны, настолько доходчивые. Он писал, что товарное производство ежечасно, ежеминутно рождает капитализм. То есть, капитализм, он вырастает из товарного производства, из закона стоимости. Что сделали те, которые привели ревизию марксизма, ленинизма и, в конце концов, привели нас капитализм, разрушившийся социализм. Они взяли топором, разрубили вот это единое целое, развивающееся. И так, это вот активная сторона. Потому что, признавайтесь, что при социализме есть там эксплуатация, как-то нехорошо, давайте мы выкинем. Прибавочная стоимость, это плохо. Эксплуатация, это плохо. Это зло. Капитализм, мы вот это выкинем. На бумаге выкинем. А товарное производство с законом стоимости, это очень хорошо. Его ставим. Но если мы оставим товарное производство с законом стоимости, рано или поздно к чему это приведет? К возрождению капитализма. Конечно. К возрождению капитализма. Совершенно верно. То, что и произошло у нас на практике. Сначала в теории это сделали, потом на практике. Так вот, по данному вопросу есть у вас какие-то замечания, вопросы? Или пойдем дальше. В чем разница между понятиями стоимости и ценности? Стоимость это такая строгая научная категория. Ценность вот у Марса во всяком случае в переводах на русский язык ценности нет. Ценность это категория она буржуазная политическая экономия, мелкобуржуазная, вульгарная, которая вот так вот с тех пор со временем Марса идет. То есть стоимость это еще раз абстрактный труд воплощенный в табаре. А ценность не по всякому назвать. Это более поверхностная категория. Вот есть понятие термин такой вульгарной политической экономии. Вот есть классическая политическая экономия, она берет начало от Адама Смита и Давида Рикарда классической, которая изучает внутренние зависимости производственных отношений, капитализма в тех годах. Ну и конечно венец развития классического направления это Маркс капитала. А есть вульгарная политическая экономия. Вульгарная не в том смысле как иногда мы используем что-то такое легковесное, а в том смысле что она толчется в области внешних зависимостей. И она туда вглубь не лезет. Не лезет. Потому что самый простой пример. Значит есть стоимость вот она там в глубине экономических отношений. А на поверхности мы сейчас вот рассматривали как проявляется стоимость. Через цену как денежное выражение стоимости. И вот вульгарная политическая экономия и сейчас многие вот они любят на этом деле. Знаете можно что-то полезное подчеркнуть и вообще исследовать и выводы сделать на основе изучения только цен. Что-то можно на отношении спроса, предложения. хотя выводы здесь очень простые. Спрос падает, цена падает, спрос растет, цена растет и так далее. Но социальный смысл всей вульгарной политической экономии она специально ограничивает это дело, чтобы туда вглубь не залазить. Там очень опасно. Потому что залезешь вглубь, залезешь в стоимость, а затем неизбежно придешь в прибавочные стоимости. А прибавочная стоимость это присвоение, прибавочная труда на рабочих уровня. нет, лучше мы отойдем в сторону. Более вот так. Спросы и предложения изучать и графики строить. Кстати, я говорю, что можно что-то много интересного, полезного и правильного на этом сделать. Но до глубины не дойдут. Так, идем дальше. Итак, капитал. Мы уже озвучили это дело. Капитал это самая возрастающая стоимость. Капитал значит переменный и постоянный капитал. Кто можно ответить? Пожалуйста. Постоянный капитал это та часть стоимости, которая превращается в средство производства и потом перекочевывает стоимость, цены товара. Переменный капитал это тот, который авансируется в покупку труда, который в результате своей деятельности окупает себя и создает еще избыток излишек. Правильный ответ, но не истинный. Не до конца. Помните у Гегеля правильность, достоверность, истинность. То есть это первый шаг, без которого дальше идти нельзя. Но это недостаточно. То есть еще раз капитал распадается на две части. но на поверхности это сумма денег, которую имеет капиталист, который хочет заняться каким-то делом. Он что покупает? Средства производства и рабочую силу. Та часть капитала, которая вложена в средства производства, это постоянный капитал. Но это недостаточно сказать. То есть это правильно. Это первый шаг надо сказать еще более. И второе, та часть капитала, которая вложена в покупку рабочей силы, что-то надо еще добавить. И второе замечание. Вы сказали, что постоянный капитал входит в цену производства. А переменный капитал разве не входит в цену производства? Входят. Они все входят. Но только тот неизменный входит. То есть очень важный существенный момент. получается, что рабочий процесс куда-то переносит часть стоимости постоянного капитала, затем свои задают и создают новую стоимость. потом получается на откажем. Да, совершенно правильно. То есть постоянный капитал не меняет в процессе производства величины своей стоимости. а переменный капитал меняет. Он создает процесс потребления, то есть процесс производства. Рабочий создает эквивалент стоимости своей рабочей силы и создает новую стоимость, прибавочную стоимость. Точнее все это называется новая стоимость, которая состоит из двух частей. Это стоимость рабочей силы и прибавочная стоимость. но уж совсем поставим последний штрих, последнюю точку. А каким образом вот это происходит? Вроде как разные вещи. Одно дело потребление средств производства и перенос стоимости на готовый продукт. Где-то вот наверное можно это уловить. Стоять за станком рабочего, поставить заготовку, прикладывать свой труд, свое умение и получается другая деталь. Ведь на эту заготовку была приобретена, то есть это часть капитала. Рабочий приложил свои усилия, умения и получился новый продукт. Можно догадаться и предположить, что стоимость этой заготовки вошла в стоимость готового продукта. Плюс стоимость готового продукта включена новая стоимость. То есть затраты рабочей силы и прибавочной стоимости. была проблема, Марс ее разрешил. Труд рабочего в товарном производстве носит двойственный характер. Вообще в товарном производстве носит двойственный характер. С одной стороны он конкретный труд, в особой целесообразной форме. Любую специальность возьмите рабочего и труд токарь, фрезеровщик, простычника и так далее. Они отличаются. А с другой стороны это абстрактный как затрата человеческой энергии и усилий вообще. Безотносительно его конкретной формы. Так вот конкретным трудом рабочий переносит стоимость потребленных средств производства на готовый продукт. Абстрактным трудом создает новую стоимость, то есть эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочной стоимости. Есть вопросы здесь? Разве конкретный труд вообще относится к стоимости? Нет. То есть конкретный труд действительно целесообразная деятельность по создании потребительных стоимости? Потребительных стоимостей. Да, потребительные стоимости. А стоимости это все относится к обстанкану трубы? Да. Идет перенос. Перенос в ходе конкретной деятельности, целесообразной, не связанной с стоимостью, происходит просто перенос стоимости потреблённых средств производства на готовый продукт. Без новой стоимости ни грамма, ни капельки не создаётся. Ну, как бы она автоматически перенеслась, поскольку рабочий создал новый продукт из болванки, из заготовки, а в нём была уже заключена стоимость, она оказалась перенесена. Но это не связано с конкретным трудом. Нет, это как раз с конкретным трудом. А при социализме есть конкретный труд? Нет. Конкретный труд есть. А стоит? Абстрактного труда нет. Да. И нет стоимости соответственно. При социализме рабочий конкретным трудом создаёт благо потребительную стоимость. Но стоимость не перенос. Но есть затраты непосредственно общественного труда. Стоимости нет, продукты не имеют форму товара, в теории стоимости нет абстрактного труда. Но затраты труда есть, а тракт вот так конкретно. И есть затраты непосредственно общественного труда. Давайте подумаем, если что, мы это отдельно обсудим. Мы пойдём дальше. Итак, следующий вопрос. Рабочий день при капитализме. Необходимый прибавочный труд, норма прибавочной стоимости. Кто может что сказать? Вот по данному вопросу все на сто процентов ответили правильно. Те, кто отвечали. Надо было ответить на три вопроса по выбору. Вы уже всё знаете. Мы идём очень последовательно. Может быть быстро пропускаем какие-то отдельные моменты. Но чтобы ответить на этот вопрос, всё уже практически сказано. Ведь Маркс, как и Гигель, не так берёт, давайте вот эту категорию рассмотрим, потом хватанём эту. Он выводит из предыдущей, да, последующей. И начиная с того, к чему пришёл. Необходимый труд – это труд рабочего, который покупает его зарплату. Добавочный труд – это всё, что сверхнеобходимого труда. Это правильно. А почему так происходит? Какая-то несправедливость в отношении к работе. Как вот так? Работает, работает целый день. Вдруг выясняется, что только на себя часть. Что это за такой хитрый капиталистический способ производства, который такое позволяет? Что там происходит? Просто средства производства не у самого рабочего. Так, это первый факт. Совершенно верно. Средства производства находятся в руках капиталистов. У рабочего ничего нет, кроме его рук. Кроме его рук. Рабочих рук. И труд рабочего покупается. То есть он является товаром. И труд рабочего покупается. А рабочая сила. А рабочая сила. Да, рабочая сила. Какие здесь хитрости, особенности? Таковарные отношения. Да. На рынок выходят формально, повторю формально, равные товары производителей. На одной стороне капиталист, у которого есть деньги, средства производства. На другой стороне рабочий. Но который, во-первых, он свободный должен быть. Лично свободен, но и паспорт в кармане. Гражданин, так сказать, свободной страны. Россия, и любой страны. Но жить нужно, обеспечивать себя, семью, средства существования. У меня есть рабочие руки. Это образное выражение. Что он продает? Вот, скажем, если... Я отпомняюсь немного. Если вы заглянете в трудовой кодекс, там дано определение, что такое заработная плата. Там много написано. Если коротко сказать, это вознаграждение за труд. Вот так вот. Что у нас получится? Труд ли продает рабочий или нет? Время. А что он продает? Время. Время ничего не продает. Способность в транспорт. Совершенно верно, Александр Сергеевич. Эта способность человека трудиться называется рабочей силой. Какой труд? Вот вы пришли на работу. Что вы? Подписываете договор? Какую-то бумажку. Трудовой договор. Что труд продали? Нет, никакого труда еще нет. Он в потенции. Что вы продали? Свою способность к труду. И в этом договоре будет написано, что вы будете работать от сих до сих, пускай 40 часов в неделю, 8 часов в день. Там, не знаю, там с 8 утра, с обеденным перерывом, предположим. До пяти. Да, до пяти. И так далее. То есть рабочая способность к труду. И что делает капиталист? Капиталист, как организатор производства, он соединяет средства производства и рабочую силу на принадлежащих ему заводах и фабриках. И в ходе этого процесса производства, то есть конкретным трудом рабочие создают какие-то товары конкретные, ценности, не разные, хоть пушки, хоть масло, хоть часы, хоть ручи и так далее, хоть компьютеры. И авторактным трудом создают новую стоимость. То есть создают, вот в течение 8 часов, создают эквивалент стоимости рабочей силы. Вот если бы на этом ограничилось, для рабочего, наверное, хорошо, а для капиталиста какой смысл? Бессмысленно. Капиталист интересует некоторая надбавка, некоторое приращение. Так вот капиталист принуждает рабочего работать больше того времени, в течение которого создается эквивалент стоимости рабочей силы. И вот та часть времени, рабочего времени, в течение которого создается вот этот излишек, как бы сказать, добавленная стоимость, прибавочная стоимость, называется прибавочным рабочим временем. А необходимое рабочее время, та часть рабочего дня, в течение которого рабочий создает эквивалент стоимости рабочей силы. Причем Марс пока все остальные моменты убирает в сторону, что у нас заработная плата, как денежное выражение стоимости рабочей силы, она тоже отклоняется от стоимости рабочей силы. Есть такой метод абстракции. Мы берем какие-то иные обстоятельства, чтобы исследовать главное. Вот откуда получается эта самая прибавочная стоимость. Отсюда дальше. Какие, значит, цель у капиталиста какая? Вы говорили. Буквально. Получение прибыли или извлечение прибавочной стоимости. И так, и так все это будет правильно. Значит, у него в голове что? Получить больше прибавочной стоимости. Соответственно, вот поставьте себя на место капиталистов. Какие основные методы можно применить и использовать для того, чтобы увеличить эту самую прибавочную стоимость? Увеличить равновесие. Пожалуйста, первый метод. Увеличить интенсивность. Первый метод. Увеличить длительность рабочего дня. Но если прибавочная стоимость, застается в прибавочное рабочее время. Если рабочий день 8 часов, по расчетам наших экономистов, профессора Долгова Виктора Георгиевича, профессора Мазура Олега Анатольевича, необходимое рабочее время в современной России составляет меньше часа. Округленно возьмем 1 час. Из 8 часов рабочего времени. Значит, 7 часов рабочие трудятся бесплатно на капиталистов. Да, я извиняюсь, пропустил вопрос. Вот рабочий отработал 8 часов. 1 час как бы на себя, на свою заработную плату. 7 часов на капиталистов. А почему капиталист присваивает? На каком основании? Это же несправедливо. О том, что он купил способность... Пожалуйста. Есть тонкий момент, его надо разобрать. Что происходит? О том основании, что рабочий трудил свою способность к трудной, это время, и ему не принадлежит результат. Совершенно правильно. Совершенно правильно ответили. Есть возражение? Нет. Мы это рассматривали. Совершенно правильно. То есть капиталист на законных основаниях, я даже не беру юридических, но прежде всего экономических, поскольку он купил товар, он использует его, а пускай на время, так на это время использует. Соответственно, продукт, созданный за это время, принадлежит капиталисту. А часть он справедливый, как он считает, он возвращает рабочего. Одну восьмую. А семь восьмых себе присваивает. Итак, но поскольку цель получения прибавочной стоимости и никаких ограничений в этой цели нету, есть препятствия какие-то? Нет. Мы это рассматривали, поэтому не будем останавливаться. Значит, если он увеличит рабочий день до девяти часов, будет больше прибавочной стоимости? Больше. Даже если он чуть-чуть вернет рабочим за это, доплатит, все равно будет себя ставить. Если десять часов, а если двенадцать часов, еще больше. Поэтому, когда из головы наших, так сказать, капиталистов появляются такие мысли, а несколько лет назад, помните, один из олигархов, миллиардеров, Михаил Прохоров сказал, что он сказал, предложил? Двенадцать часов рабочих, шесть дневных. Шестьдесят часов, нет, не плохо. Он что, злой такой? Злой? Нет. Просто у него экономическая путевка. Кто такой капиталист? Научное понятие капиталиста. Совершенно правильно. Персонифицированный капитал. То есть он как бы олицетворение этого капитала, воплощение этого капитала. А суть капитала самая возрастающая стоимость. Поэтому у него в голове эти мысли рождаются. И самый простой увеличить рабочий день. Здесь не нужно особого ума. Есть второй метод. Вот вы... Это мы еще не дошли. Это вы душе кучу. Совершенно верно. Как он называется? Это увеличение прибавочной стоимости за счет повышения производительности труда. Он, так сказать, называется относительная прибавочная стоимость. Давайте разберем. Значит, абсолютно понятно. Слово абсолютно мы абсолютно увеличиваем рабочий день. На час, на два, на полчаса и так далее. А относительно? То есть, в результате роста производительности труда. Что такое производительность труда? Чем она характеризуется? Конечно, только из делом кодовца в единицу кодовца. Или обратное показатель производительности трудоемкость. Сколько труда вложено в единицу продукции? Рост производительности труда или снижение трудоемкости, что означает? Что в единицу продукции будет вложено меньше трудоемкости. Или вот этот объем продукции был выпущен за счет меньших трудозатрат. То есть, внутри рабочего дня что получается тогда? Доля капиталиста, доля прибавочного рабочего времени будет увеличиваться, доля рабочего будет скачаться. То есть, вот получается два основных метода увеличения прибавочной стоимости. Вот отсюда очень конкретный вопрос. Вот как быть сегодня рабочим? Но если у капиталистов вот такая цель и они хоть днем, хоть ночью, хоть влюбятся, будут стремиться к тому, чтобы увеличивать прибавочную стоимость. Сущность такая у них. И здесь два метода. И все это постоянно будет обрушено. Ежедневно или через день обрушаться на головы рабочих. Как вот условия капитализма? Больба? Конечно. В Марсе замечательная такая фраза, я ее люблю повторять и говорил на прошлом занятии. Формально равные права. При столкновении равных прав что решает? Сила. Сила имеется в виду. Что на стороне капиталиста? Деньги. Деньги раз, да, государство их небуржуазное. Много чего еще. На стороне рабочего класса его организованность. Только больше ничего нет. Его организованность. Поэтому, скажем, в нашей туристической России есть примеры. Отдельные пока, не массовые, но яркие. Скажем, это трудовой коллективный договор про Сузадок и Владивостокского морского торгового порта. Если не ошибаюсь. Там есть пункт, что они заставили капиталистов как бы делиться. Ну, кто организует рост производительства труда? Ну, капиталист. Хотя, без рабочих он это сделать не может. То есть, рабочие должны освоить новые методы, повозить квалификацию. В результате роста производительности труда понижается стоимость единицы продукции на данном предприятии данного капиталиста. А в целом-то на рынке-то какие-то усредненные рыночные цены. И вот капиталист как бы снимает эти сливки. И рабочие заставляют путем коллективных организованных действий поделиться, отдать часть того, что они создали. Поэтому в коллективном договоре скажем пункт. Мы вернемся и подойдем к инфляции. это компенсировать инфляцию и плюс еще повышать зарплату сверх коэффициента инфляции за счет роста производительности труда, который имеется всегда получается в данном предприятии. Там уж как договорятся какой определенный процент. Коли мы пришли к инфляции. Вот страшное бедствие. Давайте мы закончим как раз разговором об инфляции. Что такое инфляция? Что это за чудо-юдо, с чем его едят? Увеличение стоимости всего, кроме стоимости товара рабочего сила. Ну пока не стоимости. цены. Цены, конечно. Это разные вещи. Это рост цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Вот капиталисты, организованные капиталисты, государства буржуазные изобрели такой метод. Ну как массово он стал применяться где-то вот наверное после Великой депрессии. Особенно после Второй мировой войны. Кто является организатором этой инфляции? Кто виновник этой инфляции? Потому что если мы нажмем кнопку телевизора или в интернете там стихийное бедство? А что сделать со стихийным бедствием? Вулкан извергается, инфляция. Цены растут сами по себе. Их организуют. Кто организует эту инфляцию? Государство. Совершенно верно. Первое это государство. А в чем его выигрыш и как оно это делает? то есть нету таких резких когда с рабочими поступают как-то нехорошо долго не плавают это постепенно объем что означает рост цен это означает снижение реального содержания уровня заработной платы есть такой термин ну вот рабочий как получал 30 тысяч рублей так и получает цены выросли на потребительские товары на услуги тарифы на коммуналку и так далее что реальное содержание заработной платы уменьшается ну дырка не бывает пустоты кому-то эта часть выходит куда в чьей это гармон конечно капиталистов либо это организованные как класс капиталисты буржуазных государств либо частные кармоны в конечном итоге я вспоминаю историю каждый год наше буржуазное государство повышает тарифы на коммунальные услуги на газ на воду на свет на отопление так ведь единственное смеяться или плакать это бывало на новый год каждый год потом потом там на четвергах буржуазных посидели подумал ну нехорошо вот пришел новый год весь российский народ отпраздновал 10 дней пил гулял веселился протрезвел вышел на работу а там бушком по голове нехорошо на новый год поэтому стали делать в середине года это такой небольшой штиф значит а что означает вот рост тарифов давайте дальше раскручим тарифы на электроэнергию на свет на газ кто пользуется капиталисты пользуются ну понятно что и рабочие с теми пользуются этим делом а капиталисты используют воду газ электричество и так далее что они сделают у них два метода нет нет совершенно верно можно уменьшить прибыль а можно как-то нехорошо уменьшать свою прибыль что надо сделать это включить в издержки производства это увеличено сидят бухгалтера занимаются калькуляцией таранку называли калькуляцией себестоимости это издержки производства причем это безопасно и спокойно потому что придет хоть налоговая хоть следственная комиссия хоть кто капиталист скажет так я так при чем здесь видите постановление правительства повышение тарифов я здесь я сам пострадавший так ли а издержки производства это затраты капиталистов на производство товаров к ним добавляется прибыль по нормативам получается цена производства вот она цена то есть капиталисты выкручиваются за счет повышения цен и это мы видим с вами каждый практически божий день чуть больше чуть меньше а рабочий как может реагировать либо коллекционная борьба либо искать какое место работы нет это не то мы заканчиваем возвращаемся к инфляции начали буржуазное государство оно как правило инициатор второе вот совсем недавно на днях было центральный банк да есть такое чудо юда банковская система вообще необходимая часть любого производства банки это предприятие которые обслуживают материальное производство в сфере обращения то есть сфера есть сфера материального производства есть сфера обращения где готовы товары деньги проходят определенные стадии обмениваются и вот банки там появляются их задача обслуживать сферу производства а банковская система она называется двухуровневым при капитализме как знаете пирамидка внизу коммерческие банки наверху центральный банк Российской Федерации вот он должен сдерживать инфляцию поддерживать производство как самый главный банк что он сделает что он сотворил буквально на днях ключевую ставку что такое ключевая ставка они называли учетная ставка ключевая но если возьмем теорию это та ставка по которой процентная ставка по которой центральный банк как бы представляет денежные средства коммерческим банкам то есть центральный банк в силу своего положения по законодательству не имеет права кредитовать функционирующих капиталистов этим занимаются коммерческие банки вот такая хитрая система построена но он определяет политику банковскую политику если учетная ставка 7,5% то коммерческие банки не могут игнорировать этот процесс им как бы ориентир как бы сказать знаете на светофоре показали вот туда надо двигаться 7,5% в банках есть такое понятие маржа не снижаем маржа это вот та накидочка на ценочка ниже которой коммерческий банк не может опуститься предположим коммерческие банки вот самые честные честные из причестных нет там жуликов нет там проходимцев вот они хотят помогать производству я скатернизирую но предположим теоретически можно предположить но они не могут в убыток работать не могут если не снижаем маржа то есть банки должны что содержать помещение так платить налоги выплачивать зарплату своим сотрудникам и так далее и тому подобное ну в среднем это 5% минимум там крупных банков 4-5 а то и 6-7 то есть они вынуждены делать эту накидочку и что сейчас мы наблюдаем центральный банк так потихонечку повышает последние до 7,5% это какая-то резкая была вот эти коммерческие банки те которые должны непосредственно обслуживать функционирующих капиталистов но они что но с одной стороны они повышают ставки по вкладам так ведь основной источник ресурсов коммерческих банков это привлечение ресурсов со стороны юридических и физических и автоматически они вынуждены повышать процентные ставки по кредитам по кредитам сравнение пожалуйста можете зайти в интернет посмотреть какие вот эти учетные или ключевые ставки держат центральные банки развитые государства есть государства где отрицательная ставка вот как можно у меня в голове иногда тяжело это воспринимается там минус пол процента это минус один процент в основном это 0,05% в Соединенных Штатах Америки 0,25% соответственно банки дают маршрут значит какие ставки они кредитуют своих капиталистов 4,5,6% а у нас соответственно 11,12,13,14% ну вот и все капиталисты не могут обходиться без кредитов это жизненная потребность это нормальная для любой нормальной функционирующей капиталистической экономики что они делают опять-таки они должны банку возвращать так называемое тело кредита и заплатить процент судный процент а куда они вот источник это судного процента как у них куда они откладывают цена товара а у банка как цена товара у банка ой извините с капиталистом который взял кредит цена производства его товара цена производства которую мы рассматриваем а цена производства что тогда автоматически увеличивается причем по законодательству это действительно все это бухгалтерия спокойно относит на издержки производства то есть цену производства цена производства автоматически будет расти и соответственно кто в конечном итоге потребляет все эти товары потребители потребители вот второй источник роста цен делаем перерыв а у нас сюда инфляцию как капиталистам нужно больше относить затрат на производство то есть он увеличивает тем самым свой постоянный капитал это также приводит к падению онлайн-прибыли да совершенно верно и в чем тогда смысл инфляции для него это тоже вроде как нехорошо получается давайте по частям рассуждать вот если вы дойдете третьего тома капитала там как раз Маркс рассматривает действительные формы капиталистического производства превращение нормы прибавочной стоимости в нормы прибыли и стоимости в цену производства и там он приходит выводит закон тенденцию средней нормы прибыли к понижению и это объективная тенденция капиталистического производства объясняется она следующим образом есть такое понятие органическое строение капитала это отношение ц латинской ц к в латинской то есть отношение стоимости средств производства к стоимости переменного капитала ну грубо говоря заработной плате так вот технический прогресс он всегда идет всегда идет и при капитализме идет и капитализм вообще это форма развития производительных сил он означает что на одного рабочего приходится все больше и больше и больше средств производства самый простой пример 200 лет назад какое было средство производства у шахтера кирка но в начале в первой половине 20 века что уже было отбойный молоток а сейчас жильный комбайн то есть стоимость средств производства стоимость вот этого постоянного капитала растет быстрее чем стоимость рабочей силы переменного капитала это общая тенденция а норма прибыли как формула нормы прибыли какая отношение прибыли и прибавочной стоимости к чему это норма прибавочной стоимости а норма прибыли определяется М или прибыль к С плюс В. А М, она порождается переменным капиталом. Дальше уже арифметика. То есть, с ростом органического строения капитала норма прибыли, тенденция нормы прибыли понижается. Но это тенденция. Смотрите, Марс как назвал. Тенденция. Тенденция, это значит, есть противодействующие факторы. Там он несколько разбирает. В том числе и, вот вы сказали. Поэтому, на самом деле, в развитии вот так вот, общая тенденция вниз, нормы прибыли понижения, а так вот она вот так, знаете, вверху и сверху. В зависимости от противодействующих факторов. Интересный вопрос. Интересный следом. Можете посмотреть. На досуге. Нет, действительно, я давно эти, не считал эти спеки, посвященные тенденциям нормы прибыли понижения. Ну, скажем, те годы, когда я учился, что-то исследовало. Стоимость, это ведь определяется средним, общественно необходимым. Да. Когда вы говорили, что, например, какой-то отдельный капиталист, спередняет более предварительно, но средний капиталист, который производится товаров, он снимает сливки, он продает товары, сяду по стоимости, у него уменьшается... По стоимости. По стоимости. По стоимости. По стоимости. У него локально уменьшается... По средней цене. По производству продают товары по стоимости. Нет, не просто по средней цене, а цена с денежной выражения стоимости. Да. По рыночной стоимости. Вот такой может быть. У него... Потому что, как такового, я так понимаю, понятия стоимости конкретно на его предприятии нет. Нет. Стоимость, это общественно, это все экономики. То есть он продает товар по стоимости. Ну, можно сказать... Средним стоимость, как была, так и осталась. У него этого капиталец подклонения снижения. Смотрите, вот что... Марк в капитале, чтобы как-то вот разделить это дело, ответить, видимо, на эти вопросы, он писал, есть индивидуальная стоимость. Есть такой термин, на данном предприятии. Есть рыночная стоимость. По большому кривому. Я не встречал. Ну, это вот по пункту, да. То есть индивидуальная стоимость, на самом деле, не стоимость в том понимании, в каком-то классическом. Ну, как бы... Здесь подробно написано, что это вот общественное такое отношение, и она проводится с средним общественным необходимым трудом на производство от консервного товара. И получается, что... Есть индивидуальная стоимость. Ну, да. Конкретно там системы рассматривают, что все продается по стоимости. И работают... Делать 40 миллионов. Да. И вот капиталисты, это отдельно с отклонениями от технического прогресса на своем производстве, продают товары по стоимости и при этом снимают дополнительные сливки за счет этой... Пока другие капиталисты не поднимутся. Либо его не обгонят. Не найдем здесь. Так, давайте мы начнем насчет вопросов. У меня есть один вопрос, который присылал переславный наш проректор товарищ Мандорин. Мы сейчас его зачитаем, обсудим, и затем, наверное, будут вопросы, которые у вас, Диана. Можно начинать, да? Да. Вопрос Артем Карапетян. Как понимать то, что в письме Энгельсу Маркс выражал отрицательные отношения к корректорам своим прежним трудам, теории прибавочной стоимости, в том числе манифесту Компартии? Верно ли, и ссылается на письмо Маркса Энгельсу, том 30, страница 302. Верно ли, что в третьем томе капитала говорится уже не об обмене товаров по их трудовой стоимости, а об обмене по цене производства, где работник перестает быть прямым его участником? Ведь в этой связи логика системы, построенной на эксплуатации этого непосредственного труда, разрушается, и основная теория Маркса перестает быть встроенной. Он берет слово в кавычки. Здесь два вопроса, на каждом надо ответить, порассуждать. Значит, насчет якобы отрицательного отношения к некоторым своим прежним трудам. Ссылка идет на теорию прибавочной стоимости. Значит, капитал Маркса это основное его произведение, основное произведение марксизма. И он возник ведь не на голом месте, не так, что вот Маркс сидел, сидел, что-то там писал, манифест коммунистической партии написал с Энгельсом, кто-то пришел, давай капитал. И там за две-три недели, за полгода написал капитал. Ничего подобного. Капиталу Маркса предшествовал колоссальный труд. Он перелопатил огромный массив всей литературы, практически всей литературы экономической, которая существовала в то время. И направление еще, начиная с физиократов, труды и классиков политических, в том числе вульгарных экономистов. И вот капитал, он как получался? Сначала появились экономические рукописи 1857-1859 Это вот такое толстое произведение. Затем появилась экономическая рукопись 1861-1863 годов. И вот так называемые теории прибавочной стоимости, которые некоторые почему-то называют непонятно четвертым томом капитала, это часть этих экономических рукописей. То есть Маркс брал, скажем, труды Адама Смита, читал их. А давайте мы еще чуть-чуть взглянем. Ведь в молодости Маркс и Энгельс были так называемые младо-гегелленцы, то есть они сторонники гегельской диалектики. Потом по ходу своей деятельности, работы, жизни они столкнулись с Фейербахом. Ну, Гегель все-таки был материалистом, а Фейербах материалистом. И вот Маркс и Энгельс соединили в одной, совершили переворот науки, соединив диалектику с материализмом, создали диалектический материализм. А в области исторического развития общественных отношений исторический материализм. То есть вот они совершили переворот. И встав на этот, скажем, на этот фундамент, Маркс приступил к анализу, к рассмотрению капиталистических производственных отношений, то есть к экономическому базису. И вот как он брал труды современных экономистов и уже с позиций совершенно других, более высоких, оценивавших, давал комментарии, оценки, появились вот так называемые теории прибавочной стоимости. Они, кстати, изданы тремя книгами отдельно. То есть есть капитал Маркс, как основное произведение, три тома, первый, второй, третий том, и теория прибавочной стоимости, как часть его предварительной подготовительной работы. То есть Маркс перелопатил вот этот массив, огромный массив экономической литературы. Поэтому говорить о том, что отрицательные отношения здесь никак нельзя, потому что теория прибавочной стоимости по сути дела это подготовительные материалы. А законченное выражение экономической системы Маркса получилось в капитале. В капитале. Уже закончено, видели. Причем при жизни был издан только первый том капитала Маркса в 1867 году. То есть почти 20 лет Маркс исследовал капиталистический способ производства. А второй, третий том вышел уже после смерти Маркса. У него редактором был соратник Фридрих Энгельс. И это первое. Что касается вы можете почитать это письмо, да как относиться к письмам. Тут есть основные произведения фундаментальные, где Маркс несколько изданий капитал выдержал. Каждой фразе редактировал, обещал. А письма что отражаются? Какие-то частные вопросы. Во-вторых, стиль. Вот я, например, сейчас использовал на лекции выражение Маркс перелопатил тот массив экономической литературы, который был. Если бы я решил написать статью, я бы слово другое использовал. Потому что такой разговорный жанр. Я бы написал, наверное, переработал. Но в каком-то частном письме коллеге, товарищ соратнику, с которым давно знакомый, я бы, может, чуть другое написал. Поэтому, безусловно, Маркс в письмах Энгельсов использовал какие-то выражения, которые в научной литературе бы не использовал никогда. Поэтому на что надо ориентироваться? На законченное произведение. На законченное. А не какие-то подготовительные материалы. На то они подготовительные материалы предварительные. Одни экономические руки. Кстати, они в собрании теории прибывочной стоимости. Это все пути к основному произведению. Ориентируйтесь на капитал Маркса. Что касается манифеста Коммунистической партии. Манифест это что такое? Манифест что означает? Протолщение. Протолщение. Воззвание какое-то. Вот даже по толщине манифест тоненькая книжка. А капитал? Если положить тритон, такая будет толщина. То есть в капитале дано развертанная система категории капитализма. Пожалуйста, хотите понять, что такое капитал, капитализм? Вот читайте капитал. А манифест это короткое воззвание. Тем более написано было в 1848 году, то считайте 20 лет до того, как Маркс написал капитал. И скажем от и в те годы Маркс писал, иногда продается труд. Хотя потом в ходе изучения рассмотрения капиталистических производственных отношений он пришел к выводу, что продается не труд, а рабочая сила. вот он шел от того, что можно сказать, что на поверхности продается труд. Хотя на самом деле продаются рабочие силы. В капитале он доказал, именно Маркс доказал. Так выберите капитал, а не какие-то ранние произведения. Ранее было наемный труд и капитал. И до этого еще это. Предисловие помечено, что мы присмотрели. Да, совершенно верно. Ну и рекомендации автору, я здесь не стал полностью цитировать. Надо брать, конечно, если уж цитировать, то полностью, даже письма, а не как-то кусочки. Потому что в этом письме ни о теориях прибавочной стоимости, ни о манифесте компартии Маршин ничего не говорит. Здесь, скорее всего, влияние вот этих буржуазных апологетов, которые все, что это делают, возможно, невозможно, чтобы, знаете, как-то нести зерно сомнений. По второму вопросу, это существенный вопрос. Как только появился капитал Маркса, тут же появились желающие не спровергнуть и опровергнуть теорию Марса. Больно затронул такие струны существо капиталистического способа производства, эксплуатации, присвоение чужого неоплаченного труда. Соответственно, буржуазные апологеты тут же нашли и выдумали противоречие между первым и третьим томом капитала. Потому что, если вы откроете первый том капитала, то вы там прочитаете, вот если так, поверхностно пробежает, что товары продаются по стоимости. Так? Ну, в основе, так сказать, цены завара лежит стоимость. А в третьем томе капитала Марс пишет о цене производства, это же другая категория. Ну, слушайте, Марс противоречит сам себе и так далее и тому подобное. На самом деле, может, на прежнем части говорили, есть такие понятия философии, диалетики, сущности, явления. Явление, более богатое, явление, оно является отражением сущности, того, что в глубине лежит. И кроме того, есть масса другого, в том числе противоречащего сущности. Вот давайте мы сейчас тогда и рассмотрим этот вопрос, коли возник вопрос у слушателей, вполне закономерно, и такая проблема уже 150 лет, висит периодически ее, некоторые поднимают, давайте рассмотрим этот вопрос. Итак, стоимость, это что такое? Это австрактный труд, воплощенный в товаре. Стоимость товара, она включает в себя стоимость потребленных средств производства, раз, стоимость переменного капитала или заработной платы, два, и прибавочную стоимость. Здесь нам нужно вступать не только на слух, обозначается латинской буквой W. Стоимость товара включает в себя стоимость потребленных средств производства, цель, плюс переменный капитал и плюс прибавочную стоимость. Ну, пожалуйста, стоимость товара. еще раз. В капитале три тома. Первый том это процесс производства капитала. Вот вывод один из выводов первого тома капитала. Второй том это процесс обращения капитала, когда капитал меняет свои формы. Это форма товарный капитал, денежный капитал, производительный капитал. Мы пока оставляем в стороне. Не тема сегодняшнего разговора. И, наконец, третий том капитала Маркс исследует, рассматривает формы капиталистического производства, взятые в целом. То есть то, что на поверхности явлений. То есть вот он первый том капитала, туда, в самый глубок туда проник, и он делает такой угод. Затем он поднимается вот от этого угода к поверхности явлений. А на поверхности явлений, как мы уже знаем, есть то, что отражает сущность, а есть и то, что противоречит. Можем делать вот такой финт, ушами, как некоторые говорят. вот этот вывод сделан, если смотреть на процесс капиталистического производства глазами рабочего класса. С точки зрения интересов рабочего класса его появится. А давайте посмотрим на процесс капиталистического производства глазами капиталиста. Он туда не хочет выгодить. Это опасное дело, знаете, с рабочими связываются, с прибавочной стоимостью, эксплуатация, выгонят его, пошли, ему надают на поверхности. Вот у капиталиста есть на руках сумма денег. Он хочет заняться делом, бизнесом. Что он должен купить? Средства производства и рабочую силу. Вот он покупает средства производства и рабочую силу. С, плюс, а. И вот первое, что происходит? В голове, в голове капиталиста. То есть, если, с точки зрения рабочего, вот он потребует, переносит стоимость средств производства на готовый продукт и создает новую стоимость. Вот это вот новая стоимость, часть которой присылается капиталисту. А у капиталиста в Бакалаве совсем другое. Он бросил в дело сумму денег, капитал, и получил некоторый избыток. Этот избыток называется прибыль. Почему прибыль? Потому что этот избыток для капиталиста в его сознании в его сознании и в его голове является порождением всего капитала, а не только его переменной части. Так вот? Логично? Логично. Вот он бросил капитал. Ему без разницы там что, сколько средств производства, рабочей силы, по большому счету. Получил прибыль. Поэтому в его голове так, церковь этой называется буквоской капитал. И он получил прибыль. И вот это дело называется ценой производства. Я буду сокращать ваши пожелания. Цена производства. Сейчас, зайдем. Совершенно верно. Подсказывайте. Не тратите событий. Мы не должны пропускать скользление, иначе будет непонятно. Вот, пожалуйста, вот первый том. Цена товара, как основе цены товара, что лежит? Стоимость. Вот так определяется. А в третьем томе капитала что? Все вроде по-другому. И то это еще не конец. Возьмем разных капиталистов разных отраслей. Вот, скажем, вы капиталист, представим, да? У вас 100 миллионов рублей есть, или миллиард рублей. Вы решили занять дело какое-то. Вы бросили дело. Не провесть, не пропить, не отправить в офшор. Патриот своей буржуазной отчизны. Построили завод. вложили капитану миллиард. Получили 10 процентов нормы прибыли. А вот я, другой капиталист, у меня тоже миллиард. Я вложил другую отрасль. У меня эта норма прибыли 20 процентов. я получил 200 миллионов прибыли. Скажите, будете вот так довольны? У вас миллиард, вы получили только 100 миллионов прибыли. А другой капиталист, у которого такой же миллиард получил 200 миллионов, у вас должно это волновать. Должно. Должно волновать. Потому что капиталистам по большому счету без разницы что производить, пушки или масло. Им что нужно получить? равную прибыль на равновеликий капитал. И капиталистическое производство создало такой механизм, называется конкуренция. Перелив капитала. Вот в жизни вот этот механизм конкуренции внутристраслевой, межстраслевой перелив капитала. Вы берете свои капиталы и вкладываете в ту отрасль, где у меня. Только получить не 100 миллионов ежегодно прибыли, а 200 миллионов. Так вот? Логично? Логично. И происходит вот такое перемещение и выравнивание норм прибыли. Формируется средняя норма прибыли. Я вот так напишу средняя. Вот цена производства получается капитал плюс средняя. Я не беру монополистическую стадию капитализма, когда здесь получается монопольная прибыль. Это мы будем изучать в феврале месяце. Если вот эти все промежуточные звенья, которые я вкратце сказал, пробежал, как говорится, голову по Европу, пропустить, а только по верхам пройти, то что возникает? Противоречие. Якобы. Так вот? Ну вот в первом томе Макс пишет вот об этом и доказывает вот это, а в третьем томе он доказывает даже буквы совершенно другие. Так вот? Ну вот явно противоречие. Хотя я тоже здесь пропустил некоторые логические звенья. Вам нужно, чтобы ответить на вопрос, получить ответ. Открыть третий том капитала, первую книгу. И посмотреть. Там начинается это вообще несколько по-другому. Вот отношение М к В есть норма прибавочной стоимости. Так означает луковка М штрих. Это точное выражение степени капиталистической эксплуатации. Но понятное дело, что прибавочную стоимость создают рабочие. Вот как относится заработное платье, это показывает какую долю капиталист себе присваивает, какую долю дает рабочий. Так вот Марк прослеживает логические цепочки, что норма прибавочной стоимости на поверхности экономических явлений она превращается в норму прибыли. То есть не отношение М к В, а отношение М к С плюс М, то есть капитал. Или вот так можно написать М отношение капитал. Затем норма прибыли приходит к тому, что стоимость развивается или превращается в цену производства. То есть вот такой получается зигзак. есть вопросы? Надеюсь я поясню. Но мы можем перейти у нас полагается отвечать к дискуссии. Я благодарю, что вы хорошо отвечали в целом не считая на первом часе. капиталисты. вопрос от Павла. Почему при капиталистическом способе производства капиталисту не выгодно вместо наезда сотрудников использовать только автоматизированный труд, к примеру, робота? Что в таком случае случится? почему не выгодно? для капиталистов значит на этот вопрос вот так сходу отведить. Еще раз возвращаемся какая цель капиталиста? Получение прибыли и приварочной стоимости. Основные методы мы выяснили либо увеличение рабочего дня, либо повышение производительности труда. Поэтому если капиталист скажем капиталисты решили я заменю своих рабочих на полностью автоматизированное производство. Хотя это тоже кто-то должен обслуживать производство. Если это ему даст увеличение прибыли по отношению увеличения нормы его прибыли то это ему будет выгодно. Он это сделает. Если это не будет приведет к увеличению прибыли, значит он этого не сделает. То есть мы должны учитывать эти же основные факторы, цель производства. Ясно. Вопрос от Федора. Какой способ производства был непосредственно после 22 съезда КПСС? Значит после контрреволюционного переворота совершенного в 1961 году в октябре. Значит контрреволюционный переворот совершается год. В сфере общественно-экономической формации это единство базиса и настройки. Базис экономического отношения, господствующий способ производства и политическая настройка. Так вот после совершения контрреволюционного переворота начался переходный период от коммунизма к капитализму. То есть от коммунистического способа производства к капиталистическому. Вот если в самых общих чертах. Более подробно. Этот переходный период продолжался 30 лет. То есть в конце 80-х или в начале 90-х годов мы имели уже ставший капиталистический способ производства. За эти 30 лет вот был такой переход. Что из себя представляет социалистическая или коммунистическая экономика? Вот я могу и так сформулировать. Это единая монополия, которая работает на благом интересах всего, всех членов общества. То есть единая монополия. В результате контрреволюционного переворота у руля этой единой монополии стали, грубо говоря, совсем по-простому, контрреволюционеры. То есть те группы лиц, те силы, классовые силы, которые появили назад капитализму, к разрушению этой единой монополии. То есть по большому счету, конечно, уже на следующий день после контрреволюционного переворота единой монополии, работающей в интересах всего общества, ее уже было нельзя назвать. Но 30 лет был переходный период. Вопрос от товарища. Здравствуйте, Виктор Иванович. Ответьте, пожалуйста. Рабочий создает товар, который капиталист бывает и присправит себе прибавочную стоимость. А как насчет, например, грузчиков? Они ничего не создают. Это известный вопрос, который периодически, такие у нас вызывают споры и дискуссии. Это понятие производительного и непроизводительного труда. Давайте, если есть вопрос, давайте его разберем. Начинаем с того, что вот учение Макса, оно на чем покоится? О том, что материальное производство – это из первоосновок всего человеческого существования. Материальное производство. А производство – это что такое? Давайте вспомним. Процесс присвоения предметов, природы и так далее. То есть речь идет о трудовой деятельности. То есть трудовая деятельность – это создание вещей, предметов, вещей. Уж совсем, если сказать по-простому. И поэтому есть первое, исходное, базовое понятие производительного труда. Это труд непосредственно результатом деятельности, который является материальный предмет, вещь. Есть два момента. То есть результатом труда является вещь, а не что-то иное. И второе – непосредственно. Непосредственно, когда человек своей деятельностью создает. А не так, что я даю команду, вот, видите, сделайте там деталь. Вот у меня труд не производитель в таком случае. А ваш труд – производитель. Это базовое, основное понятие производительного труда. Значит, Маркс его давал в капитале. Вот, скажем, наши ученые, Александр Владимирович Золотов, профессор, доктор экономических наук, Михаил Васильевич Попов, написали книгу «Философия производительного труда». Вот в следующий раз надо будет включить ее в список литературы. Она очень важна книга. Они как бы развили марксовое определение производительного труда в таком плане, что производительный труд – это труд, непосредственным результатом которого является либо создание вещей и энергии, либо перемещение в пространстве. Энергия, имеется в виду, электрическая энергия. Поэтому, если грузчик взял какой-то, скажем, на заводе грузчик, в цеху, готовые изделия, перетащив их на склад или еще куда-то вез, он занимается производительным трудом, поскольку он перемещает вещи, материальные ценности, пространство. То есть грузчиком можно отнести к представителям предприятия труда. Идем дальше. Я думаю, наверное, вкратце стоит сказать. Кроме производства вещей, есть еще производство услуг, еще и производство идей. Вот это вот непроизводительные виды деятельности. Значит, это не значит, что они какие-то второстепенные, никчемные, ненужные. Речь идет о том, что мы выбираем научные критерии понятия производительный труд и непроизводительный. Это непосредственное участие в создании материальных продуктов, вещей. Все, что относится к нему, это производительный труд. Все, что не относится, это очень важно, но не является производительным трудом. Если можно, еще раз поясните, каким образом абстрактный труд рабочего приводит к появлению прибавочной стоимости? И что такое абстрактный труд? Спасибо. Ну, давайте еще раз повторим. Значит, товар, прежде всего, это вещь. Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. То есть, с одной стороны, товар, как категория, как понятие товарного производства, в том числе капиталистического, это потребительная стоимость. С другой стороны, товар есть стоимость. Стоимость, это есть, ну, как бы сказать, сгусток абстрактного труда. То есть, конкретный труд, это труд в особой целесообразной форме, результатом которого является конкретная потребительная стоимость. С другой стороны, в товаре воплощен труд безотносительно этой конкретной формы, как затрата человеческой энергии вообще. Как по времени. То есть, этот труд получил название в политической экономии абстрактный труд. Измеряется этот труд количеством труда, но не любого труда, а общества необходимого. Общественные необходимые затраты труда, это затраты труда при среднем уровне производительности труда товаропроизводителей, средней умелости товаропроизводителей, ну, в общем, в средних условиях. На практике такими затратами труда, общественными необходимыми затратами труда, являются затраты труда, при которых трудится подавляющая масса товаропроизводителей. Ну, как всегда, есть. Лучше есть, худше, а есть середнячки, и среднечково больше. Вот что такое общественные необходимые затраты труда. Так, еще там... Да, вопрос от Эрики. Не, погодите, я вернусь. Там только по абстрактному труду вопрос был или еще? Можно сейчас пояснить, мы бы на абстрактный труд рабочего приводить. А, вот, 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 вот. Значит, что такое абстрактный труд, я сказал. А вот дальше. То есть в процессе производства вот рабочий использует средства производства. То есть средства производства – это орудие труда и предмет труда. Орудие труда – это то, при помощи чего рабочий работает, предмет труда, на что он направляет свои усилия, свою энергию, свое умение. Так вот, в ходе процесса производства или трудовой деятельности рабочий конкретным трудом переносит стоимость потребленных средств производства на готовый продукт. Абстрактным трудом он создает новую стоимость, то есть воспроизводит стоимость своей рабочей силы и создает прибавочную стоимость. Дальше уже идет процесс известный. Прибавочная стоимость присваивается на основании всех экономических законов товарного производства капиталистам в соответствии с этим законом. Все. Вопрос от Эрики. Добрый вечер, их на ЦП бухгалтера, менеджера и так далее. Ведь они не сдуют прибавочной стоимости. Значит, это значит, что следует нести их закон к постоянному капиталу. Значит, к постоянному капиталу они не относятся. Значит, затраты постоянного капитала это затраты на приобретение средств производства. Средства производства можем подразделить основные, основной капитал и оборотный. Основной капитал, ну, скажем, если мы возьмем современную, скажем, бухгалтерию, это затраты, скажем, на помещение, на оборудование, на станки, которые служат больше года и по частям переносят свою стоимость на готовый продукт. Оборотный, который потребляется сразу целиком в ходе одного оборота. Например, топливо, электроэнергия, каким-то помогает на виски, масло и так далее. Но, здесь не нужно путать буржуазность, скажем так, не буржуазность, так сказать, статистики и в калькуляции затраты и сдержек производства в оборотные средства относят заработную плату. Ну, в этом есть резон, что заработная плата, она потребляется в процессе одного оборота. Ну, обязаны капиталисты платить раз в две недели. Заработная плата аванса и заработная плата. То есть, если в глубине посмотреть, в глубине политической, скажем, экономии, есть деление капитала на постоянные переменные, то если подниматься к поверхности, экономические отношения тоже, появляется деление капитала на основной и оборотной. что касается дальше, вот смотрите, различия, кстати, хорошо, что мы им не стали, стоимость, понятно, вот цена производства, вот цену производства, то, что сидит бухгалтер у любого капиталиста, не занимается калькулированием этой цены производства, прежде, что издерживать производство, вот капитал, в издержке производства, уже повторяю, на поверхности экономических явлений, все входит, не только заработная плата рабочих, заработная плата и генерального директора, и заместителя генерального директора, и всех бухгалтеров, и всех ретейр, и так далее. Более того, в издержке производства, если взять, вот опять, поверхность экономических явлений, входят налоги, которые выплачивает капиталист государству, и те, которые по буржуазному законодательству капиталист может относить на издержке производства. Если капитализовал банки кредит, то банковский процент, затраты на уплату банку процентов, судам процентов, также относится на издержке производства. И много еще чего можно найти. Хотя, по сути, по сути дела, это все уже вторичное, называть, распределение и перераспределение национального дохода. Это отдельный, так сказать, у нас разговор. Отдельная тема. Вопрос от Алексея. Каким способом сокращается рабочий день рабочих непроизводительного труда? Программиста. Спасибо. Как понять? Работе таким же. Значит, в основе, вообще-то в основе, если мы берем, стоим на том тезисе, на том положении, что основной является материальной производства, то, конечно, основным тем, той силой, которая ведет сокращение рабочего времени, является рабочий класс. А все остальные тянутся за ними в целом, как лучшее правило. Вопрос. Что является главным фактором лучших условий жизни рабочего класса на Западе по сравнению с Россией? Значит, если брать среднее, ну, в том числе и рабочего класса, возьмем так называемые развитые страны, это крупнейшие империалистические государства, да, Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия, Великобритания и так далее. Здесь как минимум два фактора. Первый фактор, это более высокий уровень производительности труда. В нашей статистике буржуазной я какие-то цифры напрямую не видел, но исследования проводятся и уровень производительности труда российский по отношению промышленности по отношению к американской один в пяти. То есть там пять раз выше. Но если в пять раз выше уровень производительности труда, соответственно, в пять раз выше можно, так сказать, предположить и в среднем уровень было стоять. Это первое. Второе. Империалистические государства, на чем их основывается благосостояние? Награбление всего другого мира. Более слабых стран, в том числе и России. Вот два основных фактора. Можно, наверное, список этот продолжить. Можно еще сказать, наверное, что есть страны западные, где рабочие движения лучше развиты, чем в России. Совершенно верно. Спасибо за подсказку. Безусловно. Рабочие отвоевывают себе более высокую заработную плату и лучшие условия труда своей организованной борьбой. Согласен. Вопрос к Владимира. ВВП проверка на душу населения в 2020 году это примерно 60 тысяч рублей. Какой экономический смысл имеет эта цифра? ВВП? Значит, что такое ВВП? Маловый внутренний продукт. Это объем товаров и услуг, который создается в обществе в конкретной стране за год. первое, что должно нас насторожить, это объем товаров и услуг. Если вы откроете, зайдете на сайт Федеральной службы государственной статистики и посмотрите объем ВВП России, порядок цифр это приблизительно 100 триллионов рублей. Если вы там залезете туда внутрь, то увидите, что материальная производство влачет такое жалкое существование где-то на вторых на третьих ролях. На первых ролях это услуги. То есть первое, это показатель, который на самом-то деле реальную картину он скрывает. Потому что, например, такой яркий пример, есть графа услуги, как называется, консультационные услуги, как-то так. и по объему услуги в сфере консультаций. Они якобы дали вложение в ВВП России в несколько раз больше, чем такая отрасль, как электротехническая. Это первое должно насторожить. То есть ВВП не отражает реальное состояние дел. Ну, а как можно его брать? Так в общих чертах по самым верхам сравниваем уровень развития той или иной страны. Берете ВВП, статистику ВВП какой-то страны, делите на численность населения и получаете цифру. И дальше сравните. Вот в России это такая цифра, в Соединенных Штатах она в несколько раз больше, в Германии, в Франции тоже больше, может в каких-то странах африканских, там некоторых азиатских она будет меньше. Вот и все. Больше из него вряд ли что можно выводить. Спасибо. Так, мы идем к концу, у нас осталось еще несколько минут, какие у вас вопросы? Есть выступление, может быть? Я бы хотел тогда расширить вопрос про африканские А может выступление? Пока расширить вопрос про автоматизацию. Есть такая штука как диткоин и в принципе там рабочие видимо производства никак не участвуют. Но при этом с этого получают предупредения товарищей, которые вкладываются, как это вообще все будет соотноситься с теорией это будет? Очень просто. Я сказал одной фразой, сказав, что это тема отдельного разговора и коли она есть, мы, наверное, обсудим. Но это уже будет в феврале месяце, поскольку эта тема освободенная и постоянно возникает. значит надо различать создание национального дохода. национальный доход это вновь созданная стоимость в стране за год. В какой-то стране. Вот она обозначается в ЭПРУСе. Вот рабочие создали в течение года в данной стране на всех заводах ЭПРУСе. Это заработная плата рабочей и прибавочной стоимости. Это первый шаг. но мы все берем в развитие. Значит на заводах рабочие получили заработную плату, капиталисты присвоили прибавочную стоимость. Вот дальше идет так называемое распределение и перераспределение этого национального дохода созданного в сфере материального производства. И этих ступеней мы можем очень много найти. Первичное распределение, вторичное, третичное и так далее. Но прежде всего скажем уплатили налоги, капиталисты платят налоги? Платят. Налог на прибыль пожалуйста. Куда он идет? Кто-то говорил в общак капиталистов это по сути правильное. Высторожный бюджет это общая казна капиталистов. Рабочие платят? Платят. Пожалуйста подоходы налог платят? Платят. Куда он попадает? Я пока мы можем найти много еще этих всяких методов как это попадает я буду основное брать. Вот произошло назовем это первичное перераспределение национального дохода. Так? Дальше из этого государственного бюджета из общака капиталистов что делают капиталисты? они выплачивают заработную плату так называем бюджетника к которому относятся военнослужащие так? Полиция суды учителя образования медицина врачи медсестры и так далее все бюджетники вот назовем это вторичным распределением национального дохода дальше врачи учителя полицейские получили заработную плату которую в конечном первоначально создали кто? рабочие да куда они понесли это? налоги платили и налоги заплатили уже третичное будет распределение пошли в магазины так? не только в магазины вот он пошел да он пошел в магазин что? кто-то пошел в ресторан и в ресторан сходили и в театр сходили и много чего куда и книжки купили все что угодно а кое-кто и в банк отнесли обратно отдали а кое-кто зашел в интернет понажимал на кнопочки часть денег перечислил куда-то ему там на его лицевый счет поступили некие биткоины это тоже есть одна из форм вторичного третичного пятичного перераспределения национального дохода потому что эта сфера уже услуг ну если он банк это банковские услуги понятное дело а вот эти все биткоины и прочие я их называю эрзац деньги но есть кофе есть эрзац кофе да и тот же производные финансовые инструменты иногда можно так назвать но это все знаете такое домороченное то есть оплата бинкоинов это фактически одна из ступенек перераспределения национального дохода я имел скорее больше права и генерации то есть по фактически карту только включают все эти значит вот рабочие которые обеспечивают электроэнергию делают это все позади осталось а там когда люди сидят понажимали на кнопочки и им там внутри какая разница что на бумажке это делается или это делается и сейчас при помощи вот этих современных телекоммуникационных технологий это идет в конечном перераспределении национального дохода это уже не третичное это уже там 7-8-9-10 потому что откуда они получаются из покупки жилет да нет так ну давайте заканчивать дать еще скажите насчет стоимости при социалистическом способе производства вот у нас получается есть товар ну определенный продукт рабочий при капиталистическом способе производства ну чем больше рабочий работает тем больше соответственно прибыль у капиталистов да вот и мы не имеем возможности таким образом как бы получать то чем мы скремимся к свободному времени а при социалистическом способе производства есть показатель да они же учитывали как себестоимость и он тоже в принципе показатель прикреплен к этому товару то есть его необходимо снижать чтобы появлялась свободное время а стоимость она где в этот момент давайте так первое замечание ну уточняющее социалистического способа производства нет надо правильно говорить коммунистический способ производства поскольку социализм лишь фаза первая фаза так вот социалистическое производство это форма производства геометрально противоположная товарным хотя бы это надо запомнить раз геометрально противоположное значит это не товарное производство соответственно никаких категорий товарного производства при социализме? Нет, там противоположная. То есть нет ни товаров, ни стоимости, ни капитала, ни прибавочной стоимости и так далее. А что есть? Есть иная, диаметрально противоположная форма производства. Она получила название и в истории, и в теории непосредственно общественное производство. Соответственно, там при капитализме или при товарном производстве товара, здесь непосредственно общественный продукт. Там стоимость, а здесь себестоимость. Себестоимость – это не вид стоимости. Это диаметрально-противоположная экономическая категория. И это в порядке общей постановки вопроса. В чем вот здесь суть? Давайте так. Стоимость некоторые говорят, стоимость это просто затраты труда. Вот когда так скажешь, мы убираем вот это экономическое определенность понятие стоимости. Настолько огрубляем, что делаем неверный вывод. Затраты труда есть всегда. Были и будут. И при феодальном способе производства, и при первобытном коммунизме, и при коммунизме затраты труда будут. Просто вот эта экономическая форма затрат труда при капитализме имеет форму стоимости. Это историческая категория. Я всегда привожу пример, когда мы доходим до таких обсуждений, очень простой. Я, по-моему, приводил, да? Когда вы вырастили картошку и повезли, решили продать на рынок. Как стоимость есть у этой картошки? Ну, есть, конечно. Если вы повезли на рынок продавать, она, картошка имеет форму товара, экономическую форму товара. Не натуральная, она просто картошка. Соответственно, есть стоимость, как выражение затрат труда, абстрактного труда в товарном производстве. Ехали, ехали, раздумали, не буду я продавать эту картошку. Развернулись, поехали назад. Приехали, все съели сами. С друзьями, знакомыми, с родными. Эта картошка уже не товар. Она продукт натуральный. Натуральный в хозяйстве. Поэтому там нет ни грамма стоимости картошки. Соответственно, возвращаясь к нашему, значит, непосредственно общественное производство. Там тоже есть затраты труда. Но они, вы совершенно правильно сказали, имеют другую экономическую, социальную форму. Это себестоимость. И смысл непосредственно общественного производства, поскольку цель какая? В всестороннем развитии начнутся в свободное время. Свободное время, как получается? Сокращать рабочие. Так вот, основным показателем социалистической экономики, одним из основных, я пока не беру номенклатуру продукции, она нужна, правильно? В качестве удалить. Это снижение себестоимости. Вот он был ключевой. Снижение себестоимости. Благополучие коллективов, общества всего, отдельных работников зависело от того, как ты снижаешь себестоимость. А себестоимость – это выражение затрат непосредственно общественного труда. То есть сама экономика была направлена на снижение затрат труда. А стоимость – это что такое? Опять-таки, это затраты. Я буду огрублять ситуацию, для того, чтобы идею хотел ловить. Это затраты труда. Поэтому ориентация на увеличение стоимости к чему ведет? На увеличение затрат труда. И вы правильно сказали? Потому что прибавочная стоимость – это что такое? Это часть стоимости. Часть новой стоимости, создаваемой рабочей. И капиталист, поскольку он заинтересован, для него прибавочная стоимость – это прибыль. А для рабочего – это убыль. То есть вот получается, деметральные противоположности, сами экономические. Как ни крути, при капитализме даже самый такой хороший капиталист, самый, я знаю, грамотный, он будет в конечном итоге заставлять рабочих увеличивать затраты труда. То есть у нас есть благо, и если мы начинаем тянуть это в сторону стоимости, то у нас появляется товар. Если мы все это тянем в сторону, то не тянем. А если мы в таком месте находимся, где он имеет форму товара, то там уже заключена стоимость. Затраты труда. И интерес товаропроизводителей, если, скажем, нет еще капитализма, просто товаропроизводителей, увеличивать стоимость. Так вот? При капитализме увеличить часть стоимости, прибавочную, которую создает рабочий. А при социализме, при непосредственной общественной производстве, снижении себестоимости – главное. То есть, вот, я в свое время читал статью, недавно ее, как же, производил автор Торгашов, может, ударение неправильно ставлю, значит, товарищ, который успел поработать на одном заводе, это ОКБ, Опытно-конструкторское бюро, при социализме, то есть до контрреволюционного перевода и до экономической реформы 65-го года, когда, скажем, самостные показатели поставили в голову угла. И вот он говорит, значит, приходило задание, ну, скорее всего, это было военное производство, какие-то изделия, скорее всего, на самолеты, поскольку там один из основных показателей был виз. Вот какое-то изделие нужно было сделать, какие-то параметры качественные, он не представляет, не в этом дело, и стимулирование. Если вы при обеспечении этих технических параметров, скажем, снизите себестоимость затраты труда, вы получите премию. Все понятно. Вот, говорит, мы коллективно старались, там и коллективные премии, и индивидуальные, при сверхплановном, на сверхплановном. А когда поставили в 65-м году на первое место прибыль, рентабельность, так, и денежный объем в рублях. И вот он пишет, и что получается, если мы снизим себестоимость, то снизим затраты, то, что соответствует сущности, вообще, цели социалистического производства, что дает возможность снижать рабочее время и увеличить свободное, мы не выполним план, и нам по главе дают. Премии, получается, еще по главе дают. То есть, видите, как, то есть, вроде как формально, социалистическая экономика была по названию, а по сути, все поменяли, с ног на голову, диаметрально противоположное сделать. И все покатилось в тартера. Ну что, давайте заканчивать. Или еще есть вопросы? Может быть, вернусь, если к вопросу контрреволюции. Получается, вот вы уже сказали об этом, что после контрреволюции, получается, понятно, что социализмом это уже не назовешь, это переходный период. и уклада уже как бы, социализма уже нет, хотя так, он есть в прихождении, нельзя сказать, что он нет. Да, да. Да это переходный период. Не в укладной экономике. Понимаете, нет, нельзя здесь брать аналогии. А вот можно сказать, что вот социалистический уклад как бы тоже есть, тоже в прихождении? Может, наверное, может. Он или... Да, в прихождении. Вот насчет укладов, после контрреволюции, вот, собственно, вопрос. Значит, еще раз говорю, вот, давайте так. 60-й год. Был один уклад, но его укладом нельзя назвать, поскольку вся экономика в целом была социалистическая. Это была единая монополия, единая, в рамках всего народного хозяйства, всей страны, направленная в интересах всего общества. Я, может быть, так упрощу, ну, для того, чтобы идею более рельефно выразить. Вот совершилась контрреволюция. И у руля этой единой монополии стали те, которые повели нас назад. Поэтому с этого момента ее назвать уже единой, которая бы работала в интересах всего общества, уже нельзя. Но формально, да, она была одна в рамках всего общества, но уже не работающим в интересах всего общества. И пошел процесс разрушения. То есть 65-й год, это когда вот как бы вот ее существо поменяли. Выкинули снижение себестоимости, выкинули все, что отвечало непосредственно общественной сущности производства и поставили противоположное. Дальше противоречия стали нарастать и закончили чем? В 85-м году появились уклады, уже можно сказать. Был закон предприятия, которые появились и мелкотоварные уклады, и мелкобуржуазные. Но закончилось все, конечно, приватизацией. Когда мы имеем теперь уже приличный, сказать, вот можно в том же 85-м говорить, что еще остается в какой-то мере прихождение ну конечно это же переходный период от того к другому, конечно, можно говорить. Да, пошло прихождение социализма. То есть тенденция прихождения, точнее, да, тенденция прихождения преобладала. Она прогрессила значительно. Развитие регрессив. Да, совершенно верно. Там были какие-то робкие попытки все это дело остановить, но тенденция конечно прихождения оказалась значительной. Можно дополнить к вопросу по снижению затрат труда программистов. Там же грубо говоря оборудование улучшается, методы программирования тоже улучшаются. Ну и соответственно если так назвать то и затраты труда уменьшаются тоже. разогрессия вырастет. Ну конечно. Все, вырастет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok